Война между застройщиками и обманутыми одесситами не прекращается. Судебные тяжбы продолжаются. Люди, которых принудительно выселили и оставили без крыши над головой, не перестают бороться за правду. Историю Марины Лопатюк, которая уже три года борется за обещанное жилье, расскажет Ирина Стребко. Беспокойные дни Марины Лопатюк начались в 2012 году. Дом, в котором жила женщина, по решению горсовета подлежал сносу. Вместо аварийного жилья застройщик обещал женщине однокомнатную квартиру. Но обещанное жилье оказалось техническим помещением, расположенным между третьим и вторым этажами, в котором жить невозможно. Марину, мою дочь, выселили в бывшее техническое помещение. Я там когда-то с лесаря жили, там все газовые трубы проводились, отопительные трубы. Они позашивали там это вот фанерой, ну короче, так сказать, благоустроили. И до сих пор вопрос предоставления нормального жилья не принесло. Сегодня в апелляционном административном суде слушание по делу Марины Лопатюк так и не состоялось. Его перенесли на 29 апреля. В приемной женщине сказали, что судья в отпуске. Необоснованные аргументы работников суда расстроили одесситку. Однако она не намерена сдаваться. Я спросила, говорю, что же вы не повестили на риту? Мы не обязаны это делать. Марина обращалась в разные инстанции, однако помощи так и не дождалась. Родные и близкие во всем поддерживают одесситку. Они уверены, что вместе добьются правды. Мы поддерживаем, потому что только таким способом можно чего-то добиться. Потому что те люди, которые не верят в то, что они где-то чего-то добьются, остаются со своими проблемами. По словам Марины Лопатюк, ни коррумпированная власть, ни бездействия городских властей не помешают ей довести дело до конца.